здравствуйте дорогие друзья с вами валерий бавсуновский сегодня мы поговорим о том как начать писать на python мы не будем вдаваться в теорию это чисто практическая часть сначала к сути и так в школе вообще в школе более уже 10 я уже не считаю может 12 сот суток видео много видео и уроки добавляются постоянно 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 до много людей начали писать сначала я зачитаю вам сообщение чтобы вы понимали суть а потом поясню сергей вы своими занятиями заставили меня поднять книги перебрать голове что реально нужно делайте я собираю записи вот видите реально собираю записи если хватит сил дойти до класса василить классы то тогда сделаю из ваших уроков мини книгу самоучитель для школы это очень классно быть примером для кого-то у вас это получается жизнь устроена так когда мы отдаем то обязательно получаем так что делаете благое дело и сами учитесь и другим помогаете главное чтобы вы знали что у нас никто никого не заставляет но если ваш вас ваш интерес повторяю доведет до классов то конечно и для вас это будет хорошая школа и для последующих ребят не раз буду вспоминать вас добрым словом благодарность это самая мощная разменная монета если нам кто-то благодарим то мы начинаем получать о жизни то что хотим но только если помогаем у вас это получается что может не радовать меня что это за курс и в принципе в школе довольно большое количество сайтов сразу я поясню смысл ориентироваться надо по значкам spb но не могу я сейчас из-за нехватки времени добраться и навести порядок на сайтах поэтому вот есть ссылка и пошли ссылки нажимать будете выходить курсом курсы расположены таким способом таким то есть порядком как бы я рекомендовал изучать сверху новые направления так вот я уже начал давать ссылку прямо после оплаты человек может перейти в группу и просто двигаясь по записи по записи проделывать задания здесь нету не йоты пустоты для кого рассчитан этот курс и зачем сейчас будем разбирать приходит человек школу сразу поясню вот когда человек будем считать что человек полный 0 в python данном случае сергеем была точно такая ситуация полный нуль сегодня человек уже потихонечку пишет на двух языках на котлин и на пайтон значится прошли пошли продолжение все от уроки все курсы расположены на одной странице это для начала понимают люди дети шести лет но грубо говоря такой простой курс и так ребята давайте поразмышляем сначала я коротко расскажу вспоминаю 2009 год я пахал пытался php и шарп все было не то потом был python я не мог войти в язык в язык года полтора большинство новичков в чем проблема новый человек обычно не может войти в язык давайте сразу здесь оговоримся например если читать лутца то писать вы не начнете это факт почему потому что допустим но луц сделал правильно по-другому не сделаешь лутц сделал справочник изложение языка что в нем есть это грубо говоря вот как ребенок учится говорить вторая вещь примеры приведенные в таких книгах как правило там математически они ничего не расставляют голове грубо говоря пока читал вроде понимал где применять не понимал и общем говоря потратил время писать не начал тогда давайте ответим сначала на такой вопрос вот у меня да возьмем процент когда александр пока делал курс и сделал сайт принципе он за этого пришел на курсы для медицинского сет центра сразу коммерческий сайт понятно что это был первый сайт то есть сходу то если саша будет этим заниматься то конец сайта у него будет мама не гарюй понятно что вернее не то что понятно почему так происходит видит вот тоже пишет человек сделал сайт по видео урокам переделал с пхп то есть вы эти записи уже скорее всего промытаются я просто вам говорю вот человек это последние люди которые последние написали восемнадцатом году валерий иванович привет как дела в вашей школе раньше был потом самостоятельно изучил жалоб хотел вам сказать что получил работу в общем в конце написал большое дело делаете спасибо кто хочет прочитать все просто остановите видео почему у меня получается что люди начинают писать потому что школа сама по себе построена так что здесь все практически человек переходит джанга тот же средний уровень пошел по шагам он реально пишет сайты но мы пошли дальше получилось это случайно ранее был план у меня который стоил 30 тысяч российских рублей в месяц индивидуальное обучение сейчас его нет просто у меня нет времени на это но в школе я увидел появились люди ну которые хотят программировать и для всех благодаря таким людям сделать курс чтобы начать писать конечно я не против это получилось спонтанно не запланировано это не реклама моя суть цель сейчас ответить на вопрос итак проблема новый человек обычно не может войти в язык да у меня тоже была эта проблема но давайте я вам помогу немножко уверенности приобрести я не за я открыл асачи сергей смотрим дата регистрации дата регистрации 26 06 17 года не важно каком году вы смотрите просто соображаем это июль семнадцатого сейчас февраль март восемнадцатого человек человек уже пишет на двух языках нормально нормально причины как правило есть несколько причин почему новый человек не может войти в язык непонимание с чего начать в школе этот вопрос решен весь материал расположен по шагам быстро проходят уроки но бывает и часто люди приходят вот я хочу там за три месяца изучить язык и начать писать я говорю да 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 конечно а сам думаю ну жизнь покажет сам сам посмотришь нет подкрепления практике ну и самое важное ребята чтобы я поставил вот на сегодняшний день спустя восемь лет как я уже программирую не знает как собрать до кучи то есть вообще как применять язык на практике этому тоже надо учить поэтому я поставил сегодня задачи ответить как что есть основа этого самого как вот этот вопрос нам надо ответить он на самом деле очень простой может ли человек научиться писать код качественно ребят скажу сразу да может ли вообще любой человек научиться писать код но если человек способен составить список в магазин то писать код он точно может потому что даже если взять то что он проходил в средней школе это все сложнее чем начать писать кто вообще может научиться писать код Но мы ответили. Есть ли секреты этого? Можно ли человека подготовить к разным направлениям? Да, секреты есть, но это не сказать, я бы не сказал, что это секреты. Это опыт. Это опыт. И задача преподавателя, меня как преподавателя, это правильно направить. Но на самом деле все банально просто. И вот, я случайно, совершенно как-то появился человек, там пошло дело, что начал выполнять домашние задания. И если мы видим, даже если вначале вот это русское название, да, у меня были там косяки, то мы их потихонечку все исправляем. Так. То есть, по сути дела, вы проходите курс, а потом просто следуете по этому плану. Здесь есть подсказки. Я знаю, что многие ребята писали, делают, кто-то стесняется своего кода, поэтому делают тайком. Вот те, кто смелее, делают на публику. Но вопрос в том, что здесь только реальные советы. И в чем это дело все заключается? Давайте мы посмотрим суть. Опять. Если сказать, что да, я говорю, что это офигенная новая методика, но просто сказать, что, допустим, я ее взял и разработал, нет. Она пришла с опытом. Эта методика полностью сегодня применяется на новом направлении. Коттинг-ланг. Заключается она в следующем. Ну, например. Например, давайте посмотрим. На самом деле, почему человек не может начать писать? Давайте построим самые простые блоки. Приведу вам житейские примеры. Давайте приведу ситуацию бытовую, которую видел совершенно каждый. Огород. А вы сейчас, на данный момент, себе соображайте в какой-то вашей области. А мы с вами будем править огород. И мы будем отвечать на вопрос, вот, думать огородом, да? Ведь на самом деле, люди эти думают огородом. То есть, надо... Надо... Сейчас... Вскопать. Но ведь человек не думает вскопать. Он же себе не думает, так, вскопать это значит прорыть земле, там, ямку 20 сантиметров, поднять землю, перевернуть. Вот это я вам рассказываю Луца. Луца и пример с математики, да? Вот там список, бла-бла-бла. То же самое сказали, ничего не поняли. Если... Представьте себе огородника, разговор двух огородников. Ну, хочу заняться огородом. Вот тебе надо вырыть ямку 20 сантиметров, поднять на расстояние над землей, захватить 3 сантиметра, перевернуть. Все это очень сложно, согласитесь? Просто человек понимает, что надо лопата. Все. Дальше, ведь его это никто не учит, он это понимает. Лопата. Дальше, подготовить. Подготовить землю, да? Землю. То есть там разбить грядки, разбить грядки. Значит, как там культивировать или не культивировать. Ну, в общем... Ну, вы меня поняли. Чтобы земля была мелкая. Далее. Далее. Посадить. То есть семена. Семена, соответственно, купить. И так далее, и так далее. То есть, что я хочу от вас сейчас, чтобы вы поняли. Что в любой области жизни вы уже думаете определенными категориями. Действительно, если вы хотите вскопать огород, то у вас в мозгах всплывают, вам надо лопата, а вообще у вас намного все больше. Купить семена, быстренько прополоть, вскопать, прорыхлить, разбить грядки, полить. То есть, это же категории, да? Так вот, язык программирования, ребята, ничем не отличается. Ничем не отличается от обычного вашего мышления. Просто категории здесь совершенно другие. Вот и все. И давайте мы их сейчас представим. Смотрите. Почему человек не может вообще войти в язык? Первое. Он не понимает, с чего начать. Начать надо с типов объектов. И вы сейчас скажете. Ну, ляха-муха сказал. Типа объектов. А что это такое? Абсолютно верно, и вы будете правы. Для меня это объект, это понятие. Потому что я знаю, что такое тип, что такое объект. Так, если вы будете читать Луца и будете читать такие вещи, что, например, ругают меня, что я вот время так тянул, именно, ну, так я уже привык. Я, конечно, ребят, направляю постоянно. Но давайте мы сравним нечто с огородом. Вот огород, это у нас в данном случае не объект, а тип мышления. Уловили, о чем я говорю? Что мы мыслим, надо вскопать, значит, нам надо лопата. Так вот, типы объектов в языке, это то же самое. То, из чего строится. Ну, представьте себе компьютер. Вот компьютер, да. Мы представляем компьютер, что это все вместе, да. Это, грубо говоря, и системный блок, и монитор. Это некое техническое устройство. Мы не можем компьютеру сказать, что мы будем делать огород, да. Нам надо компьютеру объяснить при помощи кода. И вот промежуточным слоем между нами и компьютером и есть такое понятие, как язык. Язык люди пишут таким образом, что он является продолжением нашей мысли. И когда человек начинает думать, а как же начать думать, как программист? Да никак. Надо просто разобраться и для себя определить, вот как в огороде вы вскопать и лопата. То же самое дать типам объектов. Типам объектов. Значит, со своей ассоциацией. Ребят, давайте разберемся вообще, что такое объект. Объект это то, что имеет свойства. Грубо говоря, что у вас под рукой лежит? Идите на кухню, возьмите кружку. Кружку. Идите, берите. Взяли кружку. Кружка. Какое имеет? В цилиндрической форме. Это свойство. То есть, это свойство. Его можно записать в цилиндр. Она имеет высоту, ширину, правильно, цвет. Это свойство. Вот это и есть описание объекта. Теперь поняли? Ведь огород это тоже объект. Он имеет, по сути дела, место на карте. Он имеет размер, ширину, высоту. Это объект. Так вот, в Python, например, все является объектом. Ну, теперь давайте подумаем. Смотрите. Представьте. Мы начинаем писать программу. Начинаем сразу вникать в язык. Все банально просто. Давайте подумаем. Тип объектов огород. Огород это сейчас не тип объектов. Это будет, с моей стороны, неправильно сказано. Но так как я уже начал, пусть это будет так и есть. У нас просто огород. А вот типы объектов, если правильно, мы будем применять для того, чтобы выразить этот огород для компьютера. А теперь давайте программировать. Первое. Ну, давайте инвентарь. Компьютеру, понимаете. Мы же не можем. Мы в голове. Инвентарь. В голове, когда мы готовимся к огороду, мы сразу, у нас тоже, как компьютер работает, скопать лопата, подготовить землю. Но это программа. И в голове у нас это имеет ассоциации свои уже давно. А компьютер надо объяснить. Поэтому, если мы назовем сами нечто инвентарь. Но, как нам объяснить компьютеру? Мы с вами договорились, что язык является промежуточным звеном между нами. И вот компьютер. А вот это, что мы делаем, это и есть язык. Только мы ему, в языке есть понятие, мы думаем, да. Я говорю вам, ребята, надо начать с типа объектов. И вы начинаете проходить уроки, и вам попадается такой урок, как... Так, где тут это? Список. Подумайте, все мы ходим в магазин, и здесь, допустим, если взять лопата, семена... Ведь это все можно написать на бумаге. Нам, мы собираемся купить, да, лопату, семена, там, то-то, то-то... Или лопату взять в гараже. Так вот, люди придумали язык, и придумали в Python, это назвали список. То есть то, куда можно разместить компоненты один за другим. Но как компьютеру объяснить, что это список? И люди придумали в Python, если поставить две квадратные скобки, язык программирования Python будет понимать, это список. Поэтому, как начать программировать? Да вы уже начали. Что мы делаем? Ведь мы компьютеры не говорим... Смотрите, вот вы... Для этого люди придумали переменную. Ведь надо же как-то обратиться. Да, понятно, допустим, семена. Но ведь семена на упаковке хотя бы написано семена, а не дождь там или не что-то. Поэтому люди придумали, что знак равно, это и есть присвоить. И мы здесь берем, ставим скобки квадратные и перечисляем. Лопата. Семена. Дальше. Земля. И так далее. Ребята, скажите, это сложно? Что вы узнали для себя нового? Почему вы раньше не могли войти? Потому что вы не понимали, что такое объект и как объяснить компьютер. Теперь вы знаете, что да, в голове вы можете держать лопаты семена земля, но чтобы объяснить компьютеру, надо как-то это сделать. И для этого в языке программирования есть такой тип объекта, который имеет список. В школе вы будете изучать, вы изучите все. Но на самом деле здесь два типа данных. Потому что вот слова, которые написаны, лопата, это тоже тип объекта. И он называется строка. И отмечается он, просто кавычки не такие, но чтобы вы понимали, одинарными или двойными кавычками. И мы начинаем писать. То есть, как только мы написали инвентарь и присвоили им значение список, а в список разместили лопаты семена земля, мы далее можем с этим списком работать. То есть, мы можем уже выстраивать программу. Действие первое. Вскопать. Только если... Только если... Ребят, тут в языке программирования работает логика. Просто вам надо встать перед огородом. Вот пошли на огород. Вот сейчас, завтра прямо пойдите к куску земли. Представьте, напишите себе, ну ставьте напротив куска земли и начинайте на бумаге писать то, что я вам сейчас примерно показываю. Хорошо. Пишем переменную вскопать. Ребят, или посадить. Посадить семена. Ребят, но ведь логически вы встанете перед куском земли и будете думать, как я буду садить семена, если у меня не вскапано, если у меня не отмечены грядки. То есть, то есть, во-первых, надо логически располагать. Так вот, в языке программирования и есть такие операторы, это if, else, например, если иначе. Посадить семена, если грядка готова, готова, иначе. Иначе подготовить грядку. А теперь думаем, а что такое подготовить грядку? Абсолютно верно. Теперь нам надо расписать, что такое подготовить грядку. Это разметить, это вскопать. Вот встаньте и пропишите. И тогда у вас получится программа. Ребят, сложно это? Не сложно. Так вот, когда вы приходите в школу, в школе есть практика уже сразу вложена. Я ее вкладывал. Когда человек начинает программировать? Когда он начинает писать свой первый код. Не важно, с какой библиотекой. Если касается Python. С любой. И здесь он проходит на spb-tu.ru. Начинает делать джанго. Начинает делать какие-то вещи. Другие сайты. И начинает писать код. Но тогда все-таки не зря. Я же сейчас это видео делаю ради вот этой темы. И если вы меня спросите, а можно ли человека подготовить? Да, можно. Например, я знаю, что для работы с джанго надо подготовить с такими моментами, как true, except и if, else. Тогда у него джанго легко пойдет. Моя методика заключается в том, что вот ее основная суть. Я поставил центр функцию. Функцию. Ребята, если вы заметили, то мы писали здесь несколько действий везде, да? Мы писали здесь несколько действий. То есть, писали, посадить семена. Если грядка готова, иначе подготовить грядку. Потом я вам говорил, распишите, что такое для вас подготовить грядку. Это несколько шагов. Получается как бы мини-программа. Вот эту роль на себя берут в языках функции. То есть, это программа, которая может использоваться многократно, но это законченная программа. Я всегда рекомендую лучше иметь больше функций, но каждая одна функция, одно действие. Это просто. Так вот, если мы берем функцию, развиваем язык со стороны функции, понимаете, пока мы изучаем просто список, да, вот давайте, вот как у Луца, да, давайте изучим тип данных список. И вот, когда вот так объяснил, вы начали хоть чего-то понимать. Дальше код, у вас создались ассоциации с вашими, понимаете, у кого-то с огородом, у кого-то там с вязанием, у кого-то с рыбалкой. Но каждый может сейчас начать уже расписывать. Потом только его действия заменить на типы данных Python. Вот вы и программируете, ребят. Сложного ничего нет, поверьте. Конечно, когда человек читает книгу, берем объект, там, список, и он думает, а зачем мне этот список, а что с ним делать, а куда его всовывать. Понятно, что это надо дополнительное объяснение. Так вот это дополнительное объяснение я и начал давать в школе, только уже практически. И здесь, и здесь получается следующим образом. В центр я поставил рабочую лошадку, функцию. И мы изучаем язык и нарабатываем опыты, свой код в пределах функции. Ну, например, как это пошло, я сейчас просто проговорю, потому что очень много времени уходит. Сначала Сергей прислал домашнее задание, которое я давал, вот там мы строим дом. Вот, допустим, как, помните, я говорил, с это я подтягиваю, потому что вот это надо в джанго обязательно. Это просто конструкция, она используется постоянно. То есть я, понимая, вот это готовлю, я понимаю, что человек потом будет работать в джанго. И дальше я там придумал задание про зоопарк, но пошли мы определенным образом. То есть я, как человек с опытом, направляю таким образом, что вот у нас есть функция, да. И я просто начинаю направлять так, чтобы это было то, что нужно в практике. Так как я пишу сайты, ну, занимаюсь Android-приложениями. То есть у меня есть свое определенное понимание, что в языке надо, что не надо. Если мы возьмем функцию, допустим, вы когда будете изучать язык, чтобы определить, что это функция, в языке Python это звучит Dev, да. То есть инструкция Dev говорит языку, что сейчас будет функция. То есть далее мы пишем некое название. Пусть это будет сейчас просто MyFun. Дальше я пошел заниматься вот в этих уроках, как я размышлял. Я знаю, в чем люди плавают. То есть я понимаю, что ага, надо, чтобы человек научился работать с аргументами. И я начал осадчиво направлять. А разберись-ка ты с аргументами. Arc Quarks, да. То есть зачастую для опытных разработчиков это ничего не говорит. А на самом деле есть аргументы, которые слева направо подряд считываются. А есть, которые, как словарь, тип данных, да, выискиваются со списка и расположены в хаотичном порядке. То есть мы поработали с этим вещами. Потом я думаю, что нужно человеку, чтобы писать программы. Конечно же, допустим, использование других функций. Я говорю, вот сейчас мы поработаем, как функции используют функции. То есть, и что получается? Вот вам ответ на главный вопрос. А вопрос у нас был такой. Я вам долго рассказывал, чтобы вы немножко вникли в тему, да. А теперь давайте попробуем на него ответить. Неужели я удалил? Нет. Можно ли человека подготовить к разным направлениям и можно ли научить писать код? Ну, научить нельзя, но научиться человек может сам. То есть в данном случае дело мое, как преподавателя, направить человека таким образом, чтобы он изучил то, что действительно нужно. Конечно, потому что у меня восьмилетний опыт программирования. И поэтому я и направляю. Но работает он сам. А теперь вы получаете ответ. Он, я направляю. Он первое, слушайте внимательно. Он посмотрел первичные уроки по Python. То есть, что такое список. Python отдаленно узнает. А вот здесь мы начинаем уже конкретно работать. И он вот этими типами данных уже начинает оперировать. Но я, видя, где хромает, на это и даю задание. И в принципе у всех новичков все эти вопросы, они одинаково хромают. И неудивительно на самом деле. Где-то делаю замечание, но все очень мягко. Мне важно не обидеть человека. Вот тут я поправлял, что не копируемые ошибки, только английскими именами. Он пишет, понял, только английскими именами называть. Здесь мы, допустим, пришли к тому, что, я говорю, поработай с функциями встроенными. Их там штук 60. Но на самом деле большинство из них никогда не будем использовать. Поэтому я Сережу прошу, что найди список часто используемых функций, а потом ты его будешь под себя уже расширять. Сначала он прислал что? Прислал херотень. То есть прислал то, что нашел у Луца. Те функции, которые, в принципе, дают для обучения. Но они практически нигде не используются. Они пустышки. Ну, может где-то. Я говорю, нет, Сереж, ты найди реальный список, который действительно используется. И вот пошел искать. Потом говорю, что такое поработать над функциями? Это значит, надо, чтобы ты понаходил примеры. И что это значит, поработал? Это значит, чтобы ты написал функцию, и твоя написанная функция отражала суть встроенной функции, что она делает. Каких результатов в данном случае я хочу добиться? Я всегда говорил, что язык программирования Python это в первую очередь умение пользоваться справкой. Правильно. И этими занятиями, во-первых, он себе составит список. Во-вторых, он будет знать, что есть встроенные функции. Всегда вспомнит, будет знать, где их найти. Если он с ними проработает, он будет иметь представление. И так далее. Мы уже прошли, что он работает с функциями, что он умеет работать с тем, я увидел, да, реально вижу. Так, чего-то я хотел открыть, и оно куда-то убежало, ребят. Оно куда-то убежало. То есть, мы проработали с функцией, мы проработали то, что в скобках, так называемые в языке аргументы, ведь нам надо чем-то оперировать. Мы проработали, когда функции используют другие функции. Мы, вот сейчас только перед этим я рассказывал, что есть в языке встроенные функции, которые уже нечто делают, то есть, есть определенные действия, порядок, которые часто повторяемые, и они вбиты. Ну, например, принт там вывести. Вы же не будете писать эту функцию, она есть, конечно, то, что часто. Почему я взял функции? Потому что я понимаю, что рассматривая функции, я человека подведу к классам. А там та же функция, только она называется метод. Всего лишь изменено название. Например, чем бы различались классы от функций? Грубо говоря, всего лишь одни. Мы, как вы заметили, допустим, мы пишем огород, инвентарь, посадить семена, готовность грядки. Это была бы каждая функция. И это называется функциональное программирование. Но ведь мы можем все эти три функции объединить словом класс. И тогда что произойдет? Тогда мы получаем большое удобство. То есть мы можем в классе посадить огород. Чтобы вы понимали, что такое вообще класс. Это и реально класс? Правильно. Так вот, смысл класса в том, что я сейчас буду перетягивать, да, но, видите, они не видны сейчас. Я не хочу вытягивать наружу, но сейчас, наверное, придется. Сейчас. Просто это очень важно. Так вот, смотрите. Мы взяли посадить семена, подготовить грядку, там грядка готова. И это объединили бы словом класс. В Python это создание нечто нового. И, допустим, если бы мы создали второй класс, и он поддерживает наследование. Что такое наследование? Грубо говоря, если мы наследуем от вот этого класса, то вот он содержит все эти функции. Значит, О и класс наш новый, хотя он еще ничего не делает, но он все, то, что содержит этот класс, он уже содержит. Наш новый класс. И, допустим, если бы мы хотели сейчас обнести наш огород забором, и делали это в классе, то в классе уже было заложено, что у нас есть грядки, что все посажено, грубо говоря, огород оформлен. И мы бы написали только функцию одну, то есть как городить забор вокруг огорода. А все остальное есть. Понимаете? Дальше бы мы могли написать еще один класс, как поливки, но при этом нам бы не надо было по-новому писать, что грядка, там клубники расположена слева, справа. Это бы уже было описано. Поэтому темы удобной классы, что действия описаны, накапливаются. Наскапливаются. И поэтому, когда мы берем какой-то, создаем новый класс, новое действие, то все предыдущее уже входит. Представляете? Скажите, ведь это просто, это примерно то же самое, что вот вы сделали огород, сегодня пришли он есть, завтра пришли он есть, то есть все нормально. Это и есть класс. Скажите, сложно научиться программировать? Ребята, да не сложно. Объяснять надо уметь. Поэтому мне все и программируют, и дети шести лет начинают программировать. Все, ребят, значит, ссылка в описании видео. Сайт для новичков spb-tut.ru Ребят, не делайте мою ошибку. Я вам показывал реальный пример. Человек начинает писать на двух языках. У меня уже нет на это времени. Есть две ссылки. На spb, доступ же есть пожизненный, и на Kotlin Lang. Вот здесь есть быстрый старт. быстрый старт Kotlin. Это тот же Java. Испыть программиста, как правильно выбрать язык. Почитайте эту статью, и вы поймете, что можно работать на двух языках, и это важно. Я надеюсь, что мои заметки помогли вам убрать этот разрыв. А как начать программировать? Просто-напросто вам надо начать с типов объектов и создать ассоциации. Вот и все. И тем, кто пришел в школу, после начального изучения Python, я сразу рекомендую, само собой, вы работаете с Жанго, но кроме этого, вы нарабатываете вот эти задания. Единственное, что не смотрите, что сделал Asachi. Есть задания, прочитали, делайте сами. Не понимаете, спрашивайте, обсуждайте здесь. Вопросов не будет, ребята. Но вы будете реально писать, реально думать. То есть, тогда вы будете реально писать. Это будет только ваш опыт. Но самое важное, если вы послушаете мой совет и будете писать на двух языках, ребят, я предвижу, что вы говорите, я тоже так думал. Это неправильно. Вы сейчас думаете, хоть бы один язык изучить. Ребят, не глупите. Если бы 8 лет назад, почти 9, я начал с двух языков, то сегодня бы я был намного дальше. Вам надо всего лишь уяснить простую вещь. Проходите Python, сразу начинайте с двух языков. Потому что функции и там, и там есть. Там, и там есть эти объекты, только записываются они по-другому. Но самое важное, что вы получаете, ребят, вот сейчас прошу услышать, это не реклама. Это жизненный опыт, либо потери времени, либо нет. Когда вы пишете на двух языках, и важно, изучаете один язык с динамической типизацией, как Python, и один со статической, кстати, здесь я показываю в курсах, в чем разница, то у вас и тот, и тот язык становится очень твердо. Потому что языки настолько разные, как самолет и носорог. Ну, перепутать невозможно. Но при этом сходны везде все понятия. Функция, класс, объект, все это есть. При этом вы понимаете глубоко два языка. При этом у вас будет в кармане, изучив Python, вы сможете написать про все или практически все. Программы, веб, вот эта основа, ну, машинное обучение, это конек. изучив Kotlin, вы будете писать мобильные приложения, серверную часть, и в конце концов придете к Java. И когда у вас будет тройка языков, Java, Python, со временем, далее, Kotlin и GC, вы сможете браться за любые продукты. Просто, если вы начнете изучать, так как я говорю, то это произойдет через два года. Ну, и будете вы изучать, допустим, Python только, изучите вы Python, да, хорошо, через там, два-три года. А новый язык, когда понадобится, вы начнете изучать, да, но будет потеряно время. Хотя тогда вы именно на том этапе поймете, а ведь Бовшуновский был прав. Прав, потому что я начал это делать практически через лет пять-шесть. очень увлекся Python, это неплохо, но сегодня я говорю, что школа перешла в подготовку многопрофильных программистов. Поэтому, ребята, это исповедь здесь в конце была моя. Я рекомендую делать именно так. Спасибо за доверие, надеюсь, программировать вы будете. То есть, то, что будете, это я знаю точно, надеюсь, что мой урок помог вам, новичкам, составить суть и перестать бояться и понять, что у вас получится. Обязательно получится. Спрашивайте, что непонятно и вперед. что у вас получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!